о результатах эксперимента Панелла и о том, как эти результаты связаны с исследованием диалога. Я почитаю говорить микрофон. Сейчас все слышат нормально. Итак, название не очень хорошее, вот я сейчас посмотрю, но смысл его такой. Мы проводим эксперимент, который в существенной мере связан с подлевой природой темной материи, составом темной материи. И вот мое положение сейчас такое довольно странное. Эти школы людей, собирающихся и занимающихся теоретическую физику, эти школы. Здесь, может быть, и будет интерес проявлен не к экспериментальной части проблем, которые здесь были изложены, Это, может быть, трудно, может быть, нет. Может быть, интересно, я поставлю сделать так, что особенности экспериментальных исследований были подчеркнуты. Но, с другой стороны, это, конечно, показывает, что невозможно ни на этапе планирования работы, ни на этапе, особенно, уже изучения материала, который получил, Ну и, конечно, интерпретация, объяснить без теоретических результатов по этой тематике невозможно. И в этом смысле у меня сейчас ситуация более легкая, потому что, как говорят на сцене обычно, публика разогреты докладами Рубакова здесь, у меня, где вопрос тёмной материи, как я специально посмотрел на слайды, которые он приводил, они были рассмотрены чуть ли не в самом начале его лекции. И по этой причине уже, если я иду показывать некоторые теоретические вещи, то это не те теоретические вещи, которые мы разработали, а не те вещи, которые нам необходимы и взятые за работу, в том числе и в оборудовании тоже. И вот теперь я начинаю вот эту лекцию и хотел бы сразу... Так... Никакого дня я... А дальше сделаю... А чего именно было? Ну всё правильно, чего вы... Ну... А... Вот теперь она будет тоже? Ага... Ну и, как всегда, я сейчас представляю мне главление моей версии. Ну и, как вы видите, она начинается с формирования научной задачи, и кончается в литературе интерфейдации, связанной с проблемой термоматики. Итак, эксперимент ФАМЭО, о котором я сейчас говорю, это международный эксперимент, который выполнялся совместно с физиками Италии, в России, конечно, российскими институтами. Кстати, Московский международный физический институт был главным в России, кроме народов. Итальянцами не услышали. Вот этот эксперимент был с самого начала посвящен вот таким проблемам. Поиск антивещества, изучение природы тёмной материи, я специально выявил, что это наиболее главные пункты. Ну и, конечно, вы увидите дальше, что мы не могли обойтись без измерения общих потоков электронов, позитронов, то есть общей картины космического излучения. Высокоэнергично. Но сегодня об этом будет только косвенно говориться. Итак, первое апелло. Значит, ни у кого сегодня не вызывает никакого сомнения, что существует тёмная материя, природа её пока остаётся неизвестна. Так вот, я показываю этот слайд только потому, чтобы ещё раз подчеркнуть. Вот эта интересная ситуация заключается в том, что одним из главных исторически первым моментов наблюдений астрономических, из которых следовало наличие тёмной материи, заключалось в том, что рассматривались скорости внешних галактик в кластерах галактических. Вот как первое было сделано на кластере Кома. И, кроме того, сегодня мы увидим эти результаты, относящиеся и к нашей галактике. Мы видим, что скорость объекта на границе, скажем, галактики или кластера, оказывается, не соответствует тому представлению, которое вот здесь указано, вот этому обычному, простому представлению, что скорость должна быть обратно пропорционально корнем из r, радиус или расстояние до центра. Всё это говорит о том, что существует дополнительная масса, которая никак не представлена. Я нарочно здесь привёл ещё к Солнечной системе. Чувствуем мы наличие тёмной материи или нет? И вот, если вы здесь посмотрите, то тут Солнечной системе, показанной нашей планетой, и они-то очень хорошо укладываются на обычное выражение скорость равна корню из r минус второй степени. Ну вот, значит, это не второй степень, а корню из r первой степени. Ну, о чём это сразу говорится? С одной стороны, мы знаем, что много тёмной материи, а с другой стороны, мы не видим её здесь. Сразу замечу, что последние данные по оценке количества тёмной материи на Земле это порядка 10 минус 9 от Земли. И, соответственно, для Солнца эта цифра приблизительно 10 минус 7. И сегодня, тем не менее, вот это относительно небольшое количество тёмной материи позволяет тоже искать такие эффекты, которые могут быть использованы при определении природы тёмной материи. Скажу об этом пару слов потом. Следующий слайд. Вот я хотел показать это экспериментальное значение вращения периферических звёзд. В нашей лавактике тоже, вы видите, совсем не экспоненциальное, то есть совсем не падение, а почти постоянное значение. Это экспериментальное значение, а тут ещё предъедены разные теоретические объяснения такой картины. Для меня это не так важно сейчас. Ну, эту картинку вы, наверное, очень часто встречали, видели. Здесь, правда, указана инфекционная стадия, но я просто только хотел отметить, что на самом деле тёмная материя, которая, как мы предполагаем, возникла на ранней стадии развития Вселенной, когда температура была велика, больше, по крайней мере, чем отношение массы части тёмной материи к температуре. Это такой предел, и это относится к временам меньше, во всяком случае, 10-11 и дальше. Ну, а в настоящее время эти частицы находятся в термодинамическом равновесии со средой, и, естественно, температура их существенно ниже, к этому я вернусь немножко позже. Ну вот, я просто ещё хотел обратить внимание на следующую вещь, что тёмная материя сыграла свою очень важную роль в развитии нашей Вселенной. А именно, какую роль? Дело в том, что частицы, обладающие гравитационными взаимодействиями, естественно, должны были как бы соединяться, объединяться, образовывать различные системы. И вот здесь представлен расчёт, как выглядела плотность и распределение части тёмной материи вот на ранних стадиях развития нашей Вселенной. Вот впереди 1 миллиард метр от начала большого взаимодействия. Здесь видно, что она более-менее равномерно распределена. Вот здесь можно видеть. Потом начинается её клампирование, объединение, и, наконец, она объединяется в такую систему, которая нам совершенно не то чтобы знакома, но неудивительно. Когда мы рассматриваем галактики, то есть светящиеся объекты, то мы видим, что такая же структура выглядит и в этом случае. Откуда такая связь? Дело в том, что, конечно, первая начала грубироваться тёмная материя, потом она натянула на себя, как одеяло, обычную брёмную материю, вот эта брёмная материя, или маленькая часть, соответственно, там может быть одна десятая в виде световой части, вот как раз представляется именно таким же образом. Вот теперь я хочу использовать последние результаты, которые тоже, как вы все слышали, по измерению космического микроволнового фона. И какие же главные результаты этого для нас? Первое и самое главное заключается в том, что общая плотность материи энергии, если можно так сказать, бюджет такого вещества Вселенной приблизительно равен единице, вот эта общая плотность и отношение полной плотности к критической плотности. Ну и дальше самый важный элемент. Здесь не точно указаны цифры, но показаны. Часть, относящаяся к тёмной энергии, это составляет приблизительно 7%, около 25% — это масса, в свою очередь. Масса состоит из холодной, тёмной материи, и, соответственно, из барионной материи. Цифры, я ещё раз подчёркиваю, немножко другие — это 73, 23, 4%, но чтобы в памяти остались какие-то реальные цифры, я берёл приблизительные эти цифры. Ну а дальше тут ещё указана такая величина А, какая температура элитового излучения и так далее. Дальше мы теперь, зная вот такое соосношение и понимая, что тёмная материя составляет основную часть вообще материи в нашей Вселенной, где, естественно, занятость объяснение природы этой тёмной материи. И если посмотреть вот здесь вот, то я бы так сказал, что можно все теоретические модели, а их теоретических моделей не мало, я там покажу в конце, просто перечислить, если их. То кандидатами на тёмную материю являются либо очень лёгкие прогулеры, либо тяжёлые частицы, получившие название вимбы, слабо взаимодействующие массивные частицы. А те, в свою очередь, могут появиться в моделях суперсимметрии. Эта модель работает при очень высоких энергиях, где практически происходит объединение всех сил, всех сил четырёх взаимодействий, которые мы знаем в принципе. Это суперсимметры и ещё, можно видеть, иногда и супергравитации, ещё более, немножко более высокий уровень энергии. Ну и модель многомерного пространства, или как их называют, или раньше так называли модель Калуз-Кляй. Ну вот, если говорить о суперсимметрии, то в этой модели появляются частицы, вот эти частицы Кси, масса, которая может лежать в диапазоне пятьдесятского ГФ. Эта картинка говорит о том, что здесь участвует Фатина, участвует Зина, участвует Хильцева. И очень важный элемент, который я хочу тут чертнуть, что для этих частиц, минимальной массы частиц, нейтролина называется. Здесь видно, что существует некоторое ограничение для распада этих трёхких частиц. Должна выполняться R-чётность, так называемая. Вы видите отсюда, что означает R-чётность. Она зависит от бальмонного заряда, рептомного заряда, спины частиц. Если это плюс единицы, это частицы, а минус единицы, это вот как раз суперсимметричные частицы. Ну и что самое интересное? Значит, раз R-чётность выполняется, то дальнейший расход R-чётность нейтролина рискотить не может. А единственное, что есть, это Хильцева бита тяжёлых частиц. А Хиль претендует нейтролина на роль ВИМа, у них есть, тем не менее, аннигиляционный процесс. И вот этот аннигиляционный процесс показан. Вот первый этап этой аннигиляции, а вот второй этап, когда уже появляются обычные, известные нам частицы. Следующий вариант я тоже хотел показать, это вариант частицы колуцикрайны, которая тоже находится, тоже может возникать при очень высоких энергиях, естественно. Но в этом случае это базор, в отличие от тех частиц, суперсимметричных частиц, где та частица была фермионом. И, как видите, вот тут тоже показаны заключительные этапы. Мы можем видеть здесь и лёгкие частицы, и гамма-хванты. И вот теперь уже, после всего этого, понятно, какие попытки сейчас совершают экспериментаторы, чтобы понять природу тёмной частиц, тёмной материи. Какие это попытки? Вот первое, самое известное сейчас метод, это попытка искать взаимодействие частиц, кси, тяжёлых частиц, с нуклонами. С нуклонами. То есть, кси плюс П. Такое взаимодействие. Основана, методика основана на том, что вы просто имеете большой объём, в котором кси, если они существуют в окружающем нас мире, должны сталкиваться с ядрами, и в результате ядро переходит в возбуждённое состояние. Переход ядра в возбуждённое состояние выглядит как появление, скажем, рентгеновского излучения или менее энергичного излучения, либо могут быть развалы таких. Но ситуация очень простая. Эти установки использовались раньше для исследования нейтрина. Как правило, сегодня практически все установки, которые использовались раньше для исследования нейтрина, сегодня используются для прямой регистрации ВИНов по обычному взаимодействию. Однако, должен сказать, что этот метод пока, я так осторонне сказал, надёжного результата по поводу массы и регистрации такого этапа, как взаимодействие, пока не дал. Другое дело, есть и другой способ, который сейчас рассматривается очень, вот в частности, особенно после КПАМЭЛО, после эксперимента КПАМЭЛО, заключающийся в том, что в этом случае ищут продукты аннигиляции частиц тёмной материи. Вот тогда, что мы должны регистрировать? Мы должны регистрировать данные кванты, мы должны регистрировать электроны, позитроны, протоны, антипротоны, бейтон и так далее. Но, если мы собираемся регистрировать эти частицы, то, естественно, надо работать, а мы собираемся их искать, скажем, в потоках космического излучения, то, естественно, надо выбирать такие условия, чтобы эти частицы были легче обнаружены. Вот, что это означает легче? Это просто я опять вам говорю, что эти частицы обладают гравиационным взаимодействием, где силы взаимодействия не выше слабого, они вроде являются стабильными, я поставил знак вопрос, потому что мы вернемся к этому, и имеют значительную массу. Так вот, эти частицы могут возникать, то есть не возникать, они имеются в окружающем нам пространстве, в нашей галактике, и их аннеделяция создает потоки электронов, позитронов и гамопантов, и других частиц. Но искать их легче всего в потоках протонов, то есть позитронов и антипротонов, и антиярных. Потому что их поток мало, чем в космических лучах. Почему он мало? И почему вообще они, тем не менее, есть в космических лучах? Потому что протоны и другие ядра взаимодействуют с межзвездным газом, я сейчас говорю о нашей галактике, взаимодействуют с межзвездным газом, и в результате этих реакций, это реакции сильного взаимодействия, рождаются, в принципе, все частицы, в зависимости от энергии налетающих частиц. И вот по этой причине, если уж искать их, то надо в потоках позитронов, потому что их, вот вторичных газетронов в космических лучах, существенно меньше. Существенно меньше антипротонов, и тем более антигелия. Ну и гамма-квантов тоже не так уж много, и поэтому мы можем заметить, мы меряем энергетические спектры частиц, и находим на их фоне, то есть не на фоне, некоторые неоднородности или особенности в энергетических спектрах позитронов, антипротонов и гамма-квантов, и эти особенности пытаемся связать как раз с аннигеляцией частиц темной материи. Ну вот здесь, на этом слайде я просто демонстрирую, что, к сожалению, взаимодействие частиц космического излучения с межзвездным газом, казалось бы, их плотность очень велика, но тем не менее, кстати, плотность межзвездного газа в нашей галактике в среднем, это десять минусу второй частиц протонов на сантиметр кубический. А вот если посмотреть, какая плотность темной материи в нашей галактике, это приблизительно 0,3 протона, то есть раз в тридцать больше плотности в среднем. Ну вот, значит, вот такая картина здесь показана, что взаимодействие космических узей с звездным газом, естественно, приводит к рождению пионов, которые потом превращаются в миоды, затем в электроны и позитроны, и вот вся эта цепочка, в конце концов, тоже дает нам и позитроны, и антипротоны, и поэтому это является очень серьезным фоном, на котором приходится работать в экспериментах. Ну, здесь я еще одну вещь хотел просто показать вам, что это в межзвездных газе происходит взаимодействие протонов первичного космического излучения, а если вы работаете на аэростатах, то на аэростатах вы еще сталкиваетесь не только с межзвездной средой, но еще и с атмосферой в верхних слоях, поэтому вот если вы ведете эксперимент на, скажем, 40 километров, вот как сейчас пытаются делать и искать там частицы, позитроны, антипротоны, антиядра более тяжелые. Ну, так вот, на этой высоте еще у вас 4-5 граммов остаточной атмосферы, а вся наша галактика имеет плод и толщину только 5-10 граммов сантиметров квадратных. Так что вот отсюда видно, что эксперимент должен проводиться в космосе. Но, тем не менее, какие же результаты к началу нашего эксперимента, я говорю там, скажем, о 2005 годах, были получены? Вот одно из экспериментальных исследований, которое проводится в Гранд-Садсе, глубоко под землей на кристаллическом детекторе, показало очень интересную зависимость, временную зависимость потока наблюдаемых возбужденных ядер. И возбуждение ядер – это 2-6, и на два, как бы, на два куска разбитый этот экспериментальный материал. И видно, что явно выраженная временная зависимость, сезонная зависимость. И вот тогда авторы этой работы придумали такое объяснение. Они показали, что тут Солнце, Земля, обращающаяся по практически крузовой орбике вокруг Солнца, и показано, что весной и осенью у вас направление обтекающего гидросферу потока звездного ветра имеет разные направления. Это значит, что в одном случае налетающие частицы имеют дополнительной 30 км скорости, 30 км в секунду скорости, а в другом случае – минус 30. И если зависимость имеет сечение этих частиц, имеет зависимость от энергии, например, то тогда мы можем объяснить вот эту временную зависимость. Эксперимент продолжается. «Сколько подтверждений, сколько…» «Извините, займите, мы сейчас вылечим» «Сколько…» «Готов, я нажму дальше, чтобы мне звонили лучше…» «Вот объяснение…» «Следующая…» «Следующая очень интересная картина…» «Мы знаем, что…» «Может быть многие из вас знают…» что до 7-го до 8-го года проводился эксперимент ЭГРЕД, на котором проводились измерения гамма-излучения высокой энергии. И вот в этом эксперименте была показана очень интересная вещь, что потоки экспериментальные, которые были зарегистрированы, например, от центральной части нашей галактики, они, оказывается, отличаются от того значения, которое можно было бы получить, значение этих потоков, если считать, что они возникли просто взаимодействие первичного космического излучения с межзвездным газом, в частности, в центре галактики, в центральной части. Но они хорошо описываются, относительно хорошо описываются, если добавить сюда еще, что гамма-излучение получается при распаде, при распаде, то есть, простите, при аннигиляции частей темной материи с массой 207 ГФ. Ну, это я просто показываю в качестве иллюстрации. Кроме того, были некоторые эксперименты, которые показывали, что что-то не совсем ясно с измерением потоков протонов, что-то не совсем антипротонов и позитронов. Вот, собственно говоря, один из этих экспериментов показывает большой поток. Некоторые отличия от теоретического значения, а теоретическое значение – это стандартные модели для материи космических лучей с веществом, так называемый эксперимент АТИК, который был проведен на аэростате. Вот некоторые вот вам какой-то отличают. Я сейчас покажу другие эксперименты тоже, которые вот имеются. Что здесь интересно вот на этой рисунке, которую я показывал? А вот что интересно. Значит, многочисленные эксперименты, которые здесь приведены, и вот с их ошибками демонстрируют в потоках антипротонов практическое совпадение с теоретической кривой, вот этой вот расчетной кривой, которая была рассчитана и стандартные модели возникновения космических лучей. Я вернусь немножко позже к этой модели. А кроме этого, здесь вот показано, в частности, вот один вариант, второй вариант с этой теоретической – это модуляционный эффект солнечный в нашем софт-гелетическом мире. И вот когда мы начинали этот эксперимент, мы предполагали, что если есть частицы вот такой массы тёмной энергии, массы порядка 20 Г, то тогда эксперимент помэлы должен дать вот такой вот результат, как отмечено здесь в кружочке. Это предполагаемое значение потоков антипротонов, а к началу нашего эксперимента вот такое было значение в эксперименте. И, наконец, второй рисунок, который тоже имеет к этому теперь уже, что было перед началом полёта помэлы при измерениях электронов и позитронов. Вот самое очень важное отношение. И опять показываю вам, вот многочисленные работы, которые здесь вот, как вы видите, есть какой-то вроде банк, который не очень чётко прописан здесь, потому что тут, грубо говоря, ведь как получается такой банк? Эти все экспериментальные исследования происходят и измерения, которые здесь фактически проведены при граничном значении энергии частиц. доступны в эксперименте. И если вы экспериментатор, мы должны знать, что как правильно граничное значение бывает либо меньше настоящее, либо больше настоящее. И то и другое в некоторых случаях связано со статистическими ошибками эксперимента. И вот здесь вот выглядит такая картина. Если вы получили больше, вы заявляете, что тут, наверное, какой-то эффект. Если вы получили меньше, то вы говорите, эффекта нет. Всегда найдутся значения, которые больше этого реального значения. И вот здесь мы более скромно, оказывается, чувствовали, что в электронах у нас не будет такого прогресса. И поэтому мы рисовали здесь, мы рисовали значения панели. Вот опять кружочки, не очень сильно отличающиеся от этих частиц. И даже думали, что в банке происходит уменьшение потока. Кстати, здесь опять в качестве примера показано значение 200-гемного 200-гемного лимба 200-гемного или нейтролина, который дает вклад в этом месте. Ну, и после этого, когда мы как выяснили всю эту картину, мы действительно начали готовить эксперимент. Этот эксперимент построен в следующем образом. Классический эксперимент с точки зрения измерения всех характеристик частиц. Магнитное поле, отклонение в котором позволяет измерить импульс частицы и завяд частицы. А поскольку мы двигаемся в сторону частиц, античастиц, позитронов, антипротонов, то, конечно, магнитное поле нам необходимо. Потом есть калориметр, который измеряет энергию выделенную, то есть второй этап измерения. Потом есть еще нейтронный детектор, который ищет в ядерных взаимодействиях нейтронах. Если это нейтрон, тогда возникнет нейтроны, значит, это взаимодействие протона, а не электроны. И вот, в принципе, вот такого типа прибор позволял там измерить все характеристики частиц. Вот все характеристики. Это легкая модель прибора. Ну вот вы можете посмотреть, в каком диапазоне мы работаем. Диапазон протонов 0,87F, 1GF, 1GF, антипротоны 0,8GF, 150, позитроны и так далее. Я просто обращаю ваше внимание, что этот прибор не очень большой, размерного метр на метр на 1,2 метра. И он установлен на космическом аппарате, который называется ресурс ДК-1. Смотри, где он установлен. Вот это гермоотсек. Минутку. Вот это гермоотсек, в котором находится помэл. Вы видите, наверное, вот. Когда мы стартовали, этот гермоотсек расположен был в другом положении. Он смотрел вниз, чтобы все метрами сохранить приставки. А потом, выйдя в космос, он развернулся и стал смотреть в зенит. Мы летали на космическом аппарате, который предназначен для фотографирования Земли. Летали и летали. Продолжается этот эксперимент. Вот это аппарат с хорошим разрешением. В принципе, он дает лучи 1 метра разрешения по поверхности. Ну и очень у него широкая философаза. А мы, как это говорят, фигбэк, на спине этого эксперимента, это стоило, поэтому не так дорого запустить этот наш прибор, работали таким вот образом. Аббита была алиптическая, с координатами статей Перигеи 600, Аббогеи 350 км, Аббогеи 70, это квази солнечная алипита. Ну и, наконец, вот я хочу сейчас показать вам маленькую философазу. Я вам еще раз покажу, что же такое и как выглядит запуск. Я попросил молодых людей помочь мне и сейчас хочу вам показать. Вот эти съемки сделаны нами, не репортеры какие-то нами, во время запуска космического аппарата с ракетой «Союз». Ну, с ракетой «Союз». Это ракета, на которой стартуют космонавты. Вот в этом определенном смысле у нас была уверенность, что полет пройдет нормальный запуск. Вот вы видите, отходят штанги, которые используются. Вот сейчас отойдет последняя штанга, которая там смотрит, с которой соединены многие электрические системы, проверяющие этот объект. На самом верху, вот здесь вот находятся обтекатели, а под обтекателем стоит основной аппарат, фотоаппарат этот большой и помолёт. И вот, смотрите, как сейчас будут развиваться события. Вот сейчас отойдет последняя штанга. Это вверх команды. Он получается в 9-м, и основной он начинает получаться в 9-м. А сейчас скрываем, вы увидите, закрывает, говорится, краску, что в 9-м. Получается в 9-м. И... 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 ПОСТОРЖАНСКА З depends где-то с В speech. И в Aquí гнев... И для Plus arcade сutchнее... Учитывается в руках... И дляложках... И в пicable киловом дошней ещё... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и первый результат простой Я сейчас показываю Я же говорил там античастицы И первое антиматерий еще И вот антиматерия Антипатерия реально это гель, антигель. Антипротонов и так много, как видите. А вот антигелия, вообще мало, он тоже может раздаться при взаимодействиях, но его потоки на несколько порядков меньше, чем то, что мы регистрируем. Мы сейчас можем регистрируем 6-7, минус это отношение потоков антигелия к гелию, а вот здесь мы ищем дальше, если бы это были вторичные, то вторичные дадут поток 10-12, так что мы даже для вторичных не находим. Ну и показываю эксперименты. Вот так видите, что ниже Памеры есть результаты эксперимента БЭС. БЭС это магнитный светлоэнтер, который запускается в Азии, японский препор с участием антигелия. Так вот, они летают на высоте 5 грамм остаточной атмосферы. Может на этой высоте хотя бы одну частицу гелия принести? Конечно, нельзя. Да потому что сечение настолько велико, что на этой высоте гелий не пройдет. Но тем не менее, когда мы говорим о Памере, мы говорим об энергии, которая больше энергии обрезания частиц в нашей галактике. И видим, что на уровне нескольких гелий в один сел и в один сел и в один сел и в один сел и в один сел, мы даем сейчас эту личную. Но только надежды за регистрирование гелий мы не имеем. Как бы так забегая вперед скажу, но тем не менее, мы продолжаем сейчас обработку. Памер продолжается. И поэтому мы думаем, что мы получим еще более высокого значения. Здесь, думаю, сегодня не пройдем. Но вот, вряд ли можно ожидать какого-то эффекта. Кстати, я бы сказал, что завтра был 15 июня 2006 года. Уже 4 года прошло. Ну вот, а теперь что слышно с антипротоном? И вот первое рисунок, я показываю, рисунок, где вы видите отношение протонов к антипротону или антипротонов к протону. И различные модели, и различные модели, стандартные модели происхождения косметических ключей в нашей Галактике. Ну и как видите, что значение этого потока, или отношения, хорошо укладывается, более-менее укладывается в те теоретические модели, которые я сейчас представлю. То есть, никакого дополнительного эффекта от неизвестного нам какого-то механизма нет. Все классически описывается в той самой модели, где антипротонов изникают при взаимодействии космических протонов с межзвездным газом. Вот еще более красивая картинка, которую я там показывал. Здесь опять эти модели, но здесь уже абсолютный поток. И мы видим, что этот абсолютный поток красной отмеченной помады очень хорошо совпадает с этими результатами. А вот теперь изведем позитроны. Ну, прежде чем начать измерение позитронов, надо быть уверенным, что мы действительно регистрируем позитроны. Когда у вас включается? Первый час. Можно 5 минут, а еще один. Да? Хорошо. Я сейчас кончу экспериментами, а там дальше интерпретация. Итак, смотрите, пожалуйста. Очень важный момент, связанный с выделением позитрона. Почему трудно у тебя позитроны? Да они в магнитном поле тебя ведут как протоны. И только дополнительные взаимодействия в калориметре или в нейтронном детекторе, в котором регистрируются нейтроны, если это был протон, про взаимодействующие. Вот Эльверт позволяет отличить позитроны от протонов. Замечу, что они в одном-то новом экстременте, где то же самое делается, тоже не могут отличить. Не только тоже, хуже у всех. Потому что там только один калориметр. Дополнительного еще какого-то механизма, который позволяет отличить позитроны от протонов практически кроме калориметра. А что значит плодитель? Вы регистрируете ливень, и по этому ливню определяется его развитие поперечное и протольное развитие. Для электронов, то есть для перипозитронов, оно сильно отличается от протонов. При жерции в таком случае можно достигать 10-3, 10-4. Но этого недостаточно, в нашем случае 10-5, и то в будущем экстременте, который мы сейчас разработаем, мы пытаемся увеличить. Итак, смотрите, вот показано, на чем основано, что у нас калориметр целый, такой большой в глубине и этого преимущества, и соответственно их помотители больше, и поэтому мы лучше разделяем протоны и электроны, и в этом случае имеем деженцию 10-5. Все остальные эксперименты меньше. Алимазь, может быть, слышали про такой эксперимент, который готовится, он все время прислезнул в помаду, но вдорого отстал. Если будет что делать, то придется ему просто уйти по нашим спектам. А вот позитроны. Вот вам результат измерения отношения потока позитрона к суммарному потоку позитрона и позитрона. И та самая кривая, которая показывалась уже не один раз, кривая, которая соответствует расчетам по стандартной модели космических лучей. Галактистика в смысле чего? И никакого сомнения, что это два не совпадающих процесса. Ясно отсюда, что должен быть какой-то дополнительный поток позитрона, неизвестно пока от чего, но он должен быть, который мог бы объяснить вот этот эффект. Кстати, этот эффект появился названным вот таким видом аномальный эффект Помелла. Он был опубликован в 2008 году. Я могу сделать мучки, когда интерпретации сделаю. Следующий слайд я хотел показать, как это выглядит среди той тучи экспериментальных работ, которая вначале была показана. Вот он, голубым здесь отмечен, поток электронов, поток отношений. И совершенно четко видно, как выделяется этот самый эффект, который называется сегодня аномальный эффект Помелла. Не мы его назвали, кстати говоря, аномальный эффект. Ну вот, и следующий рисунок я тоже хотел вам показать. Он показывает нам, как, вот все время обращая внимание, а что у вас в хвосте там не совпадает с теоретической приводкой. Вот расчеты приводят к очень интересной особенности. Вот эти малоэнергичные позитроны, которые явили это отношение, вот здесь совпадают с теоретическими кривыми теми, которые учитывают солнечную модуляцию. Наша работа в 2006 году отличалась от всех предыдущих работ. Направление солнечного ухоя в солнечного магнитного ухоя было такое. Процессы модуляции в нашей галактике были другие. И поэтому вот только такой расчет и показывает, что да, на самом деле это и следовало ожидать. Ну вот, и я еще раз показываю, здесь вот какой, ну, физический результат мы получили. Первое. Никакого отличия от теоретической модели в антипротонах мы не видим. Пи в экспериментальное значение для отношения позитронов к полу-потонам электронов принципиально отличаются от этой картины. А всякий случай показывает, а какой же спектр электронов мы имеем. Вот отдельно построен спектр электронов. Вы видите, что у него показатель спектра мы видим во второй области, в которой мы вот ищем этот эффект. Он находится 3.0.3. Ну вот, эта картина, я не очень на ней сейчас демонстрирую, я просто говорю, что мы исследуем ее дальше. И вообще есть еще два эксперимента, в котором меряется, но только суммарный поток электронов и позитронов. И после нас уже, намного позженее уже, года-два, появились данные, которые получены в другом эксперименте. Гамма, тоже телескоп, тоже меряется суммарный поток электронов и позитронов. И я обращаю только внимание на то, что вот эта штука проходит туда, и там появляются некоторые неравнодородности, которые надо будет рассматривать. Итак, первая часть выглядит следующим образом. Обнаружено возрастание отношения в диапазоне в таком, как вы видите, по сравнению с моделью вторичных происхождений, что связано с наличием дополнительной точки зрения. Итак, измеренное отношение для ПЭП, для анти-ПЭП с энергией в таком же энергетическом диапазоне не противоречит вторичных происхождений. И вот теперь, естественно, сойдет неравнодород. Ну, а что вы такое обнаружили? Как можно интерпретировать эти результаты? И мы говорим только одно сейчас на заключение. Эти результаты можно интерпретировать по-разному. И действительно, у них есть некоторые возможности. я просто переносирую. Но, самое главное, никто не оспаривает вот этот аномальный эффект, выраженный в ПЭПе, и имеет ли он только отношение к темной материи или не имеет, или есть другие возможные механизмы, которые объясняют этот эффект. Вот, собственно говоря, первый период. Да? Да, первый период. Да, пять. Продолжение следует... 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 Увеличивает вот этот эффект аннигиляции. И главная вещь началась уже как бы. Какие это могут быть процессы? Итак, 26 вот наверху показано, что дает теория решения Больсмана, а что дает экспериментальное значение дает 10 минут 23. Тогда все сойдется. Значит, надо искать какие-то механизмы, дающие заполнившую эту брежь. Вот поэтому здесь коротко я обращаю внимание на таблицу. Сегодня это клампы. То есть предполагается, что мы сейчас рассмотрим, что темная материя сосредоточена сегодня, не размазана так равномерно по нашей аналактике, а что она находится в клампах, то есть в таких загрузках. Кроме того, надо учесть резонансное взаимодействие, и кроме того, вот эффект, тут написано, зонерферный эффект, а на самом деле это сагарный зонерферный эффект. Вот пару слов на эту тему. Вот мне это очень представляется интересным особенно. Итак, прежде всего, вот если мы посмотрим картину, то электроны мы регистрируем за расстояние 0,1-1 килобассетра. Почему? Потому что энергия, их достаточная века, и они с такой энергией недалиткой. Они очень сильно поглощаются. Теряют 8-протронные волчения. И поэтому вот только 1 килобассет должны быть. Это окрестности Солнечной системы. А вот в случае антипротонов ситуация проще. Антипротоны могут прийти к нам с нужной нам энергией, с большим расстоянием, порядка 10 килобассетра. Потому что, во всяком случае, зацеплен балдж. Тут центральная часть. Вот как выглядит эта картина дальше. И вот внутри вот этого головы нашего, вблизи Солнечной системы, где-то вот здесь вот существуют кланты. Да плюс к этому, вообще, на самом деле, распределение темной материи совсем не равномерно распределено. Оно концентрируется в плоскости галактики вот этой. Ну и вообще, и даже вокруг здесь тоже имеются такие вот кланмы. Вот что можно сказать про эти кланмы. На самом деле, если, например, количество этой кланмы, можно даже посчитать, какое должно быть. Видите, насколько увеличена плотность. Надо помнить, что поток является произведением эффекта. Произведение сечения на скорость, но еще и помноженное на плотность, в квадрате. Если вы в десять раз, например, есть облака, которые общие элементы, которые выглядят как кланмы, то тогда там есть плотность в десять, ну два, три, четыре, а может в десяти раз, то вы закроете это ближе. Потому что здесь у вас в квадрате должна входить вот эта плотность. А что можно сказать про классно? На самом деле, когда считаем эту теоретику, вот считаем эту штуку, то оказывается, что на самом деле действительно темная материя не размазана равномерно. И эти кланпы не только вот около нашей Солнечной системы, они всюду есть здесь вот, в нашей галактике. И поэтому это не является чем-то таким уникальным и неизвестным. Я собращаю ваше внимание. Тот же самый эксперимент 20 обнаружил сегодня около полутора тысяч гамма-источек на Солнечной системе. И половина из них не получена с известными фактическими объектами. Что это может быть? И уже в начале нашего эксперимента говорили, что есть клампы, и поэтому надо еще и думать. Вот теперь, когда мы знаем, что их полторы тысячи из полутора 500-600 или 600-700 клампы, тогда это может закрыть противоречия, которые есть. Это первое. Второй вариант очень интересный. Какая сегодня скорость у этих частиц? У этих частиц скорости вообще тепловая, у них маленькая скорость. А в этом случае могут быть резонансные, связанные с состоянием возникает двух нейтроина. И вот эти клампы, даже если без клампов, вот это обстоятельство приводит к тому, что сечение вас резко возрастает. Это то, что нам всем известно, брает Веглеровское увеличение сечения при низких эллиантах. Вот здесь может быть такая вещь. И тогда вот можно показать, что эти 10 в третьей, этим легко найти. Значит, к тем клампам добавить еще эти 10 в третьей, вот здорово перекрыли. И, наконец, последний эффект, вот эффект сахарного замиофера, он заключается в том, что, оказывается, я, знаете, извиняюсь, я узнал об этом только, когда стал заниматься этим вещами. А, оказывается, еще давно, сахарный предсказал, что при очень малых энергетиях электромагнитное и слабое взаимодействие, а в лучшем случае кламп, нейтралины имеют взаимодействие, ну, типа слабые тоже, тоже даже несколько меньше, что они взаимодействуют. И причем это взаимодействие увеличивается. Изначительно увеличивается вот за счет помежуточных эффектов при таком взаимодействии. Вот качественный пример, и тут показано, как появляются дополнительные диаграммы феймеров, моменты, и это приводит к увеличению, и здесь увеличение, оказывается, тоже достаточно большое. То есть, вот сегодня уже ни у кого не вызывает вопросов такого, серьезного, что вот это различие является принципиальным. Необходимое увеличение сечения, это не увеличение сечения, а это увеличение плотности частиц, в одном случае, во втором, и в третьем, это увеличение сечения. Ну вот, теперь, значит, я хотел показать вам, что же происходит сейчас, почему такое обилие работ, связанных с интерпретацией. Вот показано, какое количество работ сейчас существует, занимающихся, чем так или иначе объяснить эксперименты ОМЭЛ. Я бы так сказал, возникло массовое оживление в зале. В каком зале? В зале ожидания, потому что все ждали каких-то результатов, вот теперь появились эти результаты. И все начинают рассматривать их. Я не знаю, насколько точно это будет темной материи, но все знают точно, что, по крайней мере, большое число людей продвинутся вообще в рассмотрении проблемы темной материи или возможности регистрации. И, кстати говоря, и в том же стандартном, в тех же стандартных взаимодействиях космических ручей, и в тех же самых пульсарах, которые, как видите, оказалось не так-то просто составить, рождать электроны и пузитроны. Но, по крайней мере, можно предсказать, сколько им должно быть, чтобы закрыть этот процесс, будут сравниваться эксперименты с университетными данными. То есть явилась работа у многих физиков, которые занимаются не только новой физикой, но и еще и занимаются вот этим. И, наконец, последнее важное явление. А почему мы исключили возможность распада частиц? Вы помните, распад там запрещен, потому что сечение ограничено, то есть процесс ограничен сохранением чёрности. А если у меня не сохраняется? А если чёрность имеет величину 10 минус 9? Нарушение чёрности. Чему это противоречить? Ничему. И вот тогда начали считать, что происходит распад частиц, распад этих частиц на следующих. Вот показаны как фермионы. Это вот те фермионы, которые являются нейтронинами. Вот как они могут распадаться. В каждом из этих случаях появляются ещё электронные распады. Потому что по-прежнему считаются электронные распады. Ну и вот если это уже, скажем, бозонные частицы, вот будет другого типа. Но в каждом случае появляются электронные. И, кстати, замечу, что... Самое интересное, есть ещё одна возможность. Ещё покажу просто. Ну вот начинается рассматривать распады. Время жизни 5 на 10,25. Масса 1,20. И начинается просто рассмотрение. И опять всё. И опять можно свести всё это в общую картину. Вот опять Атик начинает этим. Ну и Атик, Атик начинает этим регуляться опять. Причём здесь очень интересный эффект. Происходит аниггиляция один эффект, а другой распадывается. Ну и вот другой ферми начинает сравнивать и тоже распадывается. Там показано, какой массы должна быть эта тёмная частица. распадывается на минус и на минус. Естественно, потом получается электрон за электрон. Показано, как и Панелло в этом случае. И так далее. Я тоже могу примести этот распад частиц в тёмную тере. Вот таким вот образом. И тут показано 200, 400, 600 г. Ещё одна область появилась. Нарушение барионного, то есть репчётности и возможность объяснения этого эффекта. Ну и наконец я просто тут выделил. Ещё одна возможность появилась. Откуда может электронный эффект? Что сама по себе частица распадается на две другие частицы. Не на сразу электронный эффект. На две другие. Вот эти две другие частицы имеют массу не больше одного ГЭМа. Эти две частицы, которые появляются здесь. Не больше одного ГЭМа. Тогда они не могут распасться на протоны. На протоны и антипротоны, например. И появляется только возможность электронных распада. Ну и тут вот представление идёт, сравнение ферми. Поскольку подразумевают, что артик неправильный эффект. Вот ферми. Результаты помады. Ферми, результаты помады при разных, как вы видите, характеристиках. Тут у него плюсы. При разных характеристиках энергии частицы и разного типа распада. Распады внизу там на Тау, распады на Бюк и распады на электроны. С разными электронами. То есть есть возможность. И что самое главное, что одна из возможностей зарегистрировать на ускорителе что-то похожее или что-то имеющее отношение к тёмной материи, как раз заключается в том, а вот не найти ли нам вот эти вот частицы, которые здесь есть А, и тогда можно наблюдать такого типа распада. Вот, например, такой вот суперраспад. Вот эта вот частица. Она другая дверьна. Вот она распадается на две такие вот А, и потом вот эти вот частицы создают нам мионные пары. Вот один вариант для нейтронина. А вот другой вариант для них дают все это делать. У вас уже была вот эта глюмина, как она глюмина и так далее. Вот такие варианты сейчас тоже начали рассматриваться и искать по этому повлению. Потому что мало кто верит, что частица с одним или двумя террами будет обнаружена мозгом. Даже когда оно будет на полном мощности. Потому что это сечение на границе только рождение трону. В астрофизике это есть, и там можно изучать эти процессы. Ну вот, собственно говоря, я на этом как бы кончаю. Но просто хочу доверить, что по существу выглядит это так сильно. Что после эксперимента Панеллов как будто бы открылась новая возможность изучения тёмной материи, происходящей косвенностью, заключающейся в исследовании электронно-позитронных компонентов. Поскольку именно эти компоненты, которые вели такой распад, ответственны в основном за распадочке, за аминфиляцию или распадочке тёмной материи. Вот это так. Но это значит, что надо сегодня в космических лучах точно мерить с хорошей точностью потоки электронных грузов. И во всяком случае, такой вот эксперимент, который теперь делаем мы в нашей стране, это федеральная программа. В эту федеральную программу включаем новый эксперимент ГАММА-400, который в несколько раз оказывается более чувствительный, чем ГАММА, чем ФЕРНИВАТ. И угловое разрешение в несколько раз в случае, и энергетическое разрешение. И вот этот телескоп должен мерить, конечно, электронную пузитронную большую точность, чтобы посмотреть, как выглядит этот поток, если это связано с таким процессом. Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать в этой точке. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Я думаю, что предположение о распаде очень, кстати, опасное. Для того, чтобы трудно будет исключить Канаду с участием «Фатонг» и «Нази Клацаник», что он здесь навыграл выше, скажи. Да надо считать всё. По-моему, очень интересная вещь. Вот вы говорили по поводу источника. Вот вы знаете, что наблюдается линия негляции в том, то есть там недалеко в центре нашей талакции, когда, скажем, здесь мы видим, то линия на источнике 511. Как объяснили? Как объяснили? Как объяснили? О негляции в ретро-местонах. Да. Откуда они идут? Они идут из центра. Всё. Расскажу. Значит, мы уже знаем, что тёмные материи там есть. Это есть. Обязательно тёмные. Тебе честно, я говорю как. Да. Например. Вот так, например. Так уж правильно. Частинно. Идёт распад на электроны. Сейчас. Это значит, идёт как ускоренная электрость, как мишенник в каком-то месте, а не даёт линия конденции. На самом деле, это не одиночный источник. Он не одиночный источник. А он наблюдается как одиночный. Нет. Он не наблюдается. Источник электронов, опозитронов. В центре галактики, тот, который находится, это не дискретный источник. Вы в электронных опозитронах не видите дискретный источник. И линия 05 тоже не принадлежит одному какому-то источнику. Я хочу обратить внимание. Но! Уже после Рашиды, уже сто лет, другим источникам. Да, уже давно. Как источники. Да. Но что такое источник? В разное время жизни нашей источники, оказывается, не оказываются, а были разные. Были источники сначала 5 градусов, потом 1 градус, и наконец уже порядок этими источниками. Скажите мне, какое время, я вам скажу, какое источник. Согласен. Короче говоря, так. Я хочу сказать, вот сейчас предполагается, что, например, рентгеновское излучение от сталкивающейся галактики, или, например, международной галактики какой-то есть, может быть аннигиляция последующей возникновения электронных опозитронов, которые дают цифротронное получение в разных диапазонах, и вот это, например, это. В том числе и сцены галактики. Электронный галактик. Замедляется, например, за медленным диапазоном. Но я же говорил с самого начала, что если вы имеете экспериментальный факт, то объясните его себе, при тех неопределенностях, которые существуют, например, в измерениях различных причин, за исключением может быть дискретных источников, есть возможность подтянуть, как бы, любую модель, которой вы заинтересованы, я же вам показываю здесь, около двадцати строчек. И это всё рассматривается сегодня. И это, и это, и это. Вообще, жизнь, как бы, оживленность. Вот так сказать. Да. Новая точка, по-моему, какой энергии соответствует? Простите? Новая точка, по-моему, по оппозитронному, какой энергии соответствует? Энергии электронов оппозитронов? Да. Какая новая энергия? Энергия от... Вот мы меряем, начинаем... Нет, новая точка, самая последняя. Самая последняя стоки 10. И она продолжает. Вот так вот. Да? А может, нет никакой тёмной материи, тёмной энергии? Всё это игры разума. Потому что, в общем, не слетаешь, не померяешь, не проверишь. И вот всё, что вы сказали, это настолько всё за уши можно... Значит, вопрос какой? Вот вопрос такой. Вот, знаешь, я так... Но... Вопросов-то нет о тёмной материи. Существовании первой материи в никаком сомнении. Да. Ну вы хоть раз, кроме таких заявлений, что может это не быть. Ну хорошо, как вы объясните? Приняйте. Приняйте. Какие эффекты? Если вы их сажаете в центр, и что? Центральная область заполнит всю галактику. Вот наша галактика. Возьмите нашу галактику. В нашей галактике распределение такое, оно концентрируется, если даже проклама заполирует, оно концентрируется в центральной части. И в плоскости. Плоскости звёзд основных. Диск. Вот что. Даже вы могли слышать следующее, что действительно многие источники, создающие высокоэнергичное гамма-излучение, являются источниками чёрной геры, находящейся внутри галактики. Например, галактики с активными ядами Квази или глазары, где нам изучили, или это микро-глазары, которые тоже соберут такую качество, или это черные дыры. Да, действительно, это процесс. Но это не имеет отношения к распределенной массе. Вот в чем дело. Масса у нас размазана. Причем эта масса в некоторых местах у нас остыется в среднем, а есть... Кстати, я хочу просто напомнить. Светящаяся масса составляет 10% всей барионной материи. Барионной материи 4% в среднем. Так вот, есть же объекты, которые никак не выглядят в одном диапазоне, а то, что они притягиваются, видно, как галактики светлые. Нет, вы знаете, я думаю, что мало кто сейчас говорит. Я думаю, что прежде чем так говорить, надо иметь какую-нибудь модель, хоть объяснить надо что-то. Можно, конечно, сказать, что... Например, мы опять покажем, что нервно неправильно работает гравитационное уравнение времени. Ну, пожалуйста, я это читаю. Мы говорим не демница на R, а может не демница на R, а на что-то другое. Да, на таком расстоянии она может не работать. Да, можно было правильно, на больших... Попытка вести демную потерю деменной ноги как раз и на единственную возможность попробовать объяснить многие части этих явлений. Хотя, может быть, этого не нужно делать и искать объяснение других врачам. Значит, я бы на ваш вопрос, и это ответ ведь относится ко всем, и я хочу его админировать. Если у вас появляется какое-то сомнение, например, в существовании темной материки, и вы предполагаете, что это какой-то другой эффект, занимайтесь этим. Ищите, господа, это ваше дело сегодня. Вот это главное. Вот что вы сейчас говорите, и все другие. Конечно! Надо все это не проверить. Уже сегодня пару лекций я уже слышал. Вот есть одна модель, другая модель. И не стесняйтесь. Когда вам какой-нибудь человек скажет, что это герой, да, это не так, так, это не мог. Но если вы правильно читаете, это очень интересно. Как говорят, новые теории приходят тогда, когда сторонники старых выбирают. Ну, так, чтобы вы прошли. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, я тут с места. Вообще вопрос тёмной материи, тёмной энергии. Тёмный, да. Да. Тёмный бессиан, откуда он появился. Он появился, в общем-то, я второй в мире делал доклад по ситуации на эту тему. Ещё 80 миллионов. Значит, с чем он, собственно говоря, связан? Вы все знаете, что существует довольно-таки простенькое решение для нашей Вселенной. Решение Фридмена. Что такое по физике решение Фридмена? Это, грубо говоря, расширение горячего шара. В начале, когда у вас основные энергии были, это энергия генетическая, энергия гравитация, все другие члены были очень молодыми. Но в наше время, вот эти по мере расширения, ведь энергия, полная энергия заключённого нашего закрытого мира, значит, единица, плоский наш мир, это закрытый мир. В этом смысле, скатист, горизонт. Вот сумма энергии равняется нулю, если вы это считаете. Исаак Павлович, правильно я говорю, да? Нет, вы плоский мир не называете закрытым. Он закрытый. Он параболический. Есть и параболический, есть параболический, есть... Плоский. Плоский – это единица. И он закрытый. То есть у нас есть горизонт. Вот когда родился, вот такой статист, так сказать, переходов, так сказать, инфляции. Вот родился мир. Правда, в момент инфляции у вас рождается пространство, время и все другие характеристики. Начинает расширяться. В момент начала расширения у вас главная энергия, энергия гравитационная и генетическая энергия. По мере расширения, как в любой же задаче расширения горячего шара, у вас и температура падает, и скорость расширения падает. Вот в зависимости от того, как у вас было в свое время критическая плотность. Значит, если у вас критическая плотность меньше, если плотность мира даже меньше критической, вы будете бесконечно расширяться. Если будет больше, чем критический, у вас мир будет пульсирующий. А вот если ровно, критический, он будет расширяться бесконечно, замедляя и замедляясь бесконечно. Но в чем дело? Сейчас, когда мы смотрим, у нас верные были, как вы сказали, два довода по поводу того, что у нас существует недостаточно. Когда вы пишете уравнение расширения мира Эйнштейна, там есть один член, связанный с плотностью видимой и невидимой темной материи, второй член добавляется, аж член, связанный с влиянием темной энергии, ну, не темной энергии, а более корректно говоря, это свойства плотности вакуума, H, постоянной плотности вакуума. Они по-разному зависят от радиуса расширения. И вот когда вы начинаете сравнивать время расширения, время при критическом и так далее, вы вдруг начинаете видеть, вот сверхновые, которые как бы являются стандартными свечами, вдруг они начинают как бы несколько быстрее расширяться, чем должны быть. Говорят, аха, почему-то гравитационная энергия в мире уменьшилась, то есть мир начал как бы расширяться. Вот это называется ускорением, которое всегда было. Это было первым. Второе было, сказать, вот вы так называемые сахаровские колебания. То есть в процессе расширения у вас происходило, был горячий мир, а потом начинается рекомбинация. Рекомбинация происходит не одновременно. У вас возникают области и так далее. Это называется сахаровские колебания. Они имеют амплитуду. И вот амплитуда этих сахаровских колебаний принципиально зависит от неодноровности вот этого мирно расширяющегося сферы. Вот они как бы, он, наверное, сегодня с Тарабинским будет рассказывать про эту вещь. И вот на основании двух факторов я начинаю говорить, что чего-то не хватает. То есть на самом деле. Но на самом деле у нас мир настолько сейчас шел, что там начинают играть. Это не моя идея. Есть такой знаменитый Кер, Ройкер, метод Кера вращающегося. Вот у него есть ученик Берин, который считает, что вообще можно построить и без всякой темной материи, а считает, что у вас положено в вакууме, и в веществе время течет по-разному. Можно вводить поправки так называемые гравитационные, то есть неоднородные, а у вас есть неоднородный мир, у вас можно вводить гравитационные и коррекционные поправки. В принципе, что такое гравитационные и коррекционные поправки? Вот представьте себе, у вас однородный шаг. Вот он имеет определенную энергию гравитационную. А теперь вы ту же самую массу собрали в том же самом объеме, но собрали в маленький кластер. У него будет энергия взаимодействия другая. И вот разница, как по примеру, разница энергии одной и другой, как назвал я Борис Небюч, будет так называемым гравитационным давлением. Вот по налоге с этим можно вводить и коррекционные и гравитационные функции разные, которые тоже могут быть. То есть, на самом деле, выходов очень много, которые могут построить. К тому же, сами даже, я с вами в лекции буду говорить, что сами сверхновые не могут быть, никак не могут быть стандартными свечениями, потому что мы не достаточно хорошо знаем этот объект. То есть, мир окружающий нас оказался чрезвычайно сложным. Но вам повезло. Вы живете в тот момент, когда многие из этих старых окна рушатся, появляются новые совершенно интересные явления из той же самой темной материи. И даже темная энергия или коррекционная энергия. То есть, можно ли, на самом деле, это интерпретировать как свойство вакуума? Или это, на самом деле, можно интерпретировать, что это темная энергия? Потому что, в смысле, вакуума вы не можете обладать свойством идиативности. А вот темную энергию можно добавлять, как бы притягивать, где-то что-то добавить. Антикриптолиоты могут построить какие-нибудь. Я не знаю, какая будет фантазия дальше. Но мир до конца на это ответить не может. И на самом деле, вот правильно, Аркадий Михайлович сказал, что у вас сейчас очень интересное время. Вы можете такие интереснейшие вещи построить и открыть. Нам, к сожалению, не пользуются. Знаете, я... Вы пару раз, Давидович, вспомнили. Я хочу вам объяснить. Значит, что темная материя, на самом деле, это не очень теплая материя. А в 80-х годах в работе Любимова, сотрудник ИТФ, Козик Любимов, Ну, я хорошо знал Любимова. Они проводили измерения распада трития и обнаружили, и это позволяет по максимальной длине 5-х годов там, одним словом, удаётся определить массу нутрина. Они думают. Тут подойдут, я думаю, это теория правильная, что так можно делать. Они измерили. И это было первое измерение массы нутрина, которое оказалось порядка 30-ти электроновольт. И я помню, когда Яков Борисович написал статью «Правду». Вы знаете, в наше время это правда была газета, в которой печатались не только политические вещи, но и такие выдающиеся замечательные открытия. И он говорил, что это выдающиеся открытия, и в том числе подчёркивал, что если масса нейтрина равняется 30-ти электроновольт, то мы решили проблему тёмной материи. То есть у него вопроса не было о том, что можно другой. Нет, он не тёмный. Ну скрыть, как хотите. Нет, нет. Сейчас я скажу, как я думаю. Я думаю, что у меня отложилась эта память. Вот, наконец-то, мы разобрались с природой тёмной материи. Вот, у меня осталась открытия, и вот такая. Я не брал, но мне кажется, не совсем. Ну, правильно, я прервался. Вот мы из Реклама это выполним. А, в общем-то, проблема стояла в том, что в то время существовало теория Зельдовича, Дрожкевича, Гнолького, рождение Вселенной. Ну, рождение, скажем так, Галакти, Классер, Галакти и так далее. Для того, чтобы они развились, у вас должно быть первичные возмущения, амплитуды движений. И если взять время развития этих возмущений, с настоящими плотностью и так далее, оказывалось, что возмущения должны были быть очень большие. Должно было быть мощное нарушение Баграу... 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 Ну, вот это... Баграу не ищет, ну, понимаем. А, в первичное значение. В первичное значение. А в то время, когда как раз под Зеленчаком в то время как раз говорили, что на уровне 10-4 это не обнаружено, все однородно. И поэтому, чтобы не найти противоречие с первичными возмущениями и искажением Баграу, необходимо было ввести какую-то именно массу, которая бы увеличила инерционность, понятно, чем более тяжелый вагон, груженый, скажем так, яблоком или груженый вагон. Так вот, чем более тяжелый, значит, нейтринно создавали тяжесть, эта амплитуда росла, а потом уже и момент, что не стало, они распакались спокойненько. Ну, это было так. Спасибо. Все эти темы делали... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Трудно сказать, нужно Барикеев спрашивать. По-моему, еще тут 20 минут. Сейчас же начнется. А, ну, после того, до 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 того. Нет, нет, нет. Вы так считаете, что происходит? А, нет, презентацию, а сейчас, может быть, он будет... Сейчас. А, презентацию надо же с какой-нибудь там флешкой. Нет. Я бы сейчас ненадолго отошел. Не было того, что можно другое. Нет, он не темный. Там несколько другостей. Нет, нет. Там молока было. Сейчас я скажу, как я буду. Я не отложился. Отложилась эта память. Вот, наконец-то, мы разобрались с природой темной модели. Вот, у меня осталась эта память. И вот такая. Я не правильный? Мне кажется, не совсем. Ну, правильный. Ну, правильно, я прервусь. Вот мы из регламента выходим. Да я вам сейчас. А, в общем-то. Проблема? Проблема стояла в том, что в то время существовала теория Зельдовича, Дрожкевича, Дрожкевича, Нойко, рождение Вселенной. Ну, рождение, скажем так, галактик, астров, т.д. Для того, чтобы они родились, у вас должно быть первичное возмущение, амплитуды движений. И если, соответственно, взять время развития этих возмущений с настоящей плотностью и т.д., оказывалось, что возмущения должны были быть очень большие. Должно было быть мощное нарушение background radiation. Ну, вот это, ну, вот это, ну, выиграл не меньше, ну, понимаете. А, первичное значение. В первичное значение. Вот. А в то время, когда как раз под Зеленчаком в то время как раз говорили, что на уровне 10-4 это не обнаружено, все обнаружено. И поэтому, чтобы не найти противоречие с первичными возмущениями и искажением раунда, необходимо было ввести какую-то именно массу, которая увеличила эту национальность, понятно, чем более тяжелый ракон, груженный, скажем так, яблоками, груженный ракон. Так вот, чем более тяжелый ракон создавали тяжесть, эта амплитуда росла, а потом уже момент, они успокаивались спокойненько. Ну, это было так, конечно. Спасибо. Вы первое дело на переработку. Не нужно переработку всего лишь. Да, переработку. Да, переработку. Да, переработку. Спасибо. А, переработка. Спасибо. 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 Спасибо.